Ледовый куб собрал на своей площадке сильнейших керлингистов России. На нескольких дорожках проходит тренировка участников предстоящего Кубка России по дабл-миксту, по соседству участники первого всероссийского турнира на колясках. Здесь все как в классическом керлинге. Те же правила игры, только все проходит тихо, а нет свиперов, что натирают лед перед камнем, пока он скользит до дома. Поэтому силу броска от хога нужно рассчитать правильно. Набрать наибольшее количество очков на этом турнире стремится каждый. Ведь по итогам тренеры выберут сильнейших игроков, которые выступят на чемпионате мира. Он пройдет с 4 по 11 марта в Корее. Пробный турнир первый. Пять команд у нас приехало, заявилось. Это мало, конечно. Было больше желающих. Я надеюсь, будет он постоянно и команды будут увеличиваться. Команды представляют, это две сборных у нас команды. Первая команда, которая принимала здесь участие на Паралимпиаде, вторая команда, скажем так, молодежь, которая резервная команда. Также присутствует местная команда Краснодарского края, команда Москвы и команда Московской области. По словам тренера, команда Краснодарского края уже заметно подросла. За три года игроки стали опытнее, владели техникой и уже смело составляют конкуренцию. Но кому из игроков удастся проявить себя, достойно сыграть на этом турнире и в итоге получить шанс представить Россию на чемпионате мира пока неизвестно. Но в основной костяк войдут игроки двух основных команд страны. Боевой настрой у так называемых резервников. Константин Курохтин в этом спорте уже семь лет и знает, насколько важны командные отношения и настрой в игре. Поэтому считает, что этот турнир определит сильнейших. И здесь нет соперников. Ребята все знакомые. Плюс когда чемпионат России мы играем друг против друга. Здесь у нас два состава сборной России. Мы играем вместе, рядом. Поэтому цель выиграть-то она есть, но все это проходит в более такой веселой обстановке. Общаемся на площадке. Соперничества такого нет. Надо срочно-срочно обыграть эту команду. По итогам этого турнира также определят и спортсменов на участие в чемпионате России. Не исключено, что страну смогут представлять и игроки команды Краснодарского края. Ну а пока на этих дорожках наши кирлингисты продолжают сражаться за выход в финал. Итоговая игра состоится 24 января.